Лучшая в мире. Екатерина Букина вернулась из Амстердама с высшей наградой чемпионата мира по пейнтболу. Завоевать золото ей удалось в составе сборной страны. В финале российские спортсменки оказались сильнее сборной Германии. Итоговый счет 4-1 в пользу россиянок. С соперницами мы шли просто ноздря в ноздрю. То есть игры были зрелищными. Победа далась тяжело. То есть к победе мы шли, стремились перед непосредственно самим турниром, то есть перед чемпионатом мира мы ездили на тренировки непосредственно в Москву. Собиралась вся сборная команда, где проводились постоянные спарринги в течение тоже нескольких дней. То есть готовка была сильная. Также в Амстердаме проходило первенство мира. В состав сборной возрастной категории до 19 лет вошел Евгений Захаров. Спортсмен отмечает, это уникальный опыт, который в России не получишь. Мы поехали обновленным составом, совсем не сильно подготовились. Рассчитывали, конечно, на первое место. Вышли в финал. И в конце что-то, наверное, не получилось. Не было той командной работы. И мы заняли четвертое место. Оба спортсмены занимаются под руководством Дениса Хисмятулина, тренера Ивановской федерации пейнтбола. В прошлом году его воспитанник Максим Клинов также добился высоких результатов. И стал победителем первенства мира в категории до 16 лет. Наставник отмечает, между девочками и мальчиками в тренировочном процессе не делает разницы отсюда и результат. У нас в регионе это два раза в неделю девочки занимаются. Занимаются они наравне с мальчиками. То есть у них нет какого-то разделения. Вообще женская сборная России по пейнтболу одна из сильнейших в мире. Поэтому и в прошлом году все сборные, включая молодежную, ветеранскую, женские, все занимали первые места. То есть 18-й год стал для России чисто золотым. 30 ноября в регионе пройдет первенство Ивановской области по Лазертагу, куда приглашают всех желающих. Подать заявки можно на сайте федерации. Участие бесплатное. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Продолжение следует...